июнь месяц узбекистан фергана я это видео записываю не для кого-то для себя потому что наступит зима унылые дни и мне будет приятно посмотреть вот здесь вход фазенду и сразу начинается то о чем многие мечтают иметь это орехи большое дерево орехи они еще не подошли как говорят здесь очень жаль я очень люблю сырые орехи они полезны еще с медом ну вот идем дальше вот хурма хурма она тоже не поспела ее много разновидности разных вот здесь хурма здесь 50 сантиметров и здесь абрикосы их так было много когда я приехал это три недели назад они он все попадали падали очень сильно потом мы кое-что собрали и сделали вино из них ну там еще в байл в бачке стоит не знаю что из этого получится сюда у нас не получилось там бросили дрожжи что-то не так вот они все попадали здесь вот идем дальше это вот такой маленький участочек здесь урюк уже там абрикосы здесь урюк здесь тоже мы а вот он еще остался даже остался но он по моему раньше поспел его собрали тоже большое дерево много было но меньше чем абрикоса вот этот урюк здесь 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 он тоже не каждый год дает такой большой урожай но вот в этом году тоже мы собрали и там сделали положили его на солнышко к урагу получится ну вот сюда вот идем вообще ферганская долина это благодатный край сунул ветку какую-нибудь землю и она пошла вот здесь тоже орехи вот здесь уже больше вот они здоровенькие такие вот они на фоне как я хочу их поесть не удастся видимо скоро домой а мне очень жаль что я их не поем вот проходим дальше но здесь розы они как как мусор растут розы они не такие правда как голландские вот они уже отцвели так для того чтобы приятно было вот здесь вот это дамский пальчик дамский пальчик это виноград вот его здесь много вот он вот там вот растет все тоже сколько хочешь а здесь маленький огород это мужчины сделали мой товарищ и друг что-то там такое на мужчины дальше они могут земле понимать ну вот он помидоры растут там огурцы какие-то еще счет еще что-то ну так от нечего делать ну вот он замечательный большой орех жалко что конечно не подошел несколько дней назад стояли мы не так далеко и вдруг упало дерево с трехэтажный дом около около артезиана вон так называется здесь упало дерево и выяснилось что это вот здесь большой сад выяснилось что ствол весь он умер ствол а дерево было слива была слива и вот кое-как порезали до сих пор еще не привели в порядок вот слива и много здесь вот вот она валяется никому не нужно так бы надо было бы собрать да компот сделать все что-то как-то некогда здесь вот тоже урюк а вот здесь что такое что-то не за а это зимние яблоки зимние яблоки там дальше уже персики есть вон там дальше вот я сейчас пройду здесь много чего было почему-то вот эта вот линия все персики высохли почему и так мне нам кажется что здесь в земле может известь зарыли ну в свое время непонятно в общем а вот это персики они еще маленькие они вырастут будут медовые вот персики вот их много здесь ну десяток деревьев вот вот персики вот они еще совершенно маленькие и еще не поспели а вот там наш собака челси она сюда в туалет ходит Челси? Челси, что ты здесь делаешь? Пописать пришла? Она стесняется, ты маленькая, какая жопик, такой маленький, вот такой, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот, 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 давай беги, беги, хорошая девочка, хорошая, вот персик. Там тоже персики. Батарейка садится. Ага, а вот это что такое? А, а вот это лысый персик, лысый, вот он, вот он, красавчик такой, ай, вот, лысый персик. Ну ладно, я не буду вокруг идти, давайте пойдем по прямой, по прямой. А, вот это большая черешня, ну, как, уже, безусловно, черешня отошла, вот это большая черешня. Вот это дом построили рядом, конечно. Ни к силу, ни к городу. Раньше здесь ничего не было, можно было в голом виде ходить. Теперь уже надо трусы одевать. Вот еще лысый, вот он, вот он, вот он. Так, идем дальше. Дальше, да, здесь никому хозяина нормального нет. А до садовникову сюда. У нас сейчас времена такие, что нет материальной возможности. А вот еще персик, ну, в этом году, видимо, он не хочет давать урожайчик. Вот этот. Вот здесь вот пихты растут. И вот, что интересно, мы сейчас идем, продвигаемся к великолепному дереву инжир. Вот он как разросся. Разросся инжир. Его здесь 150 мешков собрать можно. Он так разросся. Вот он, вот он. Вообще, вот. Вот он, вот он красавчик. Я его сейчас сниму. У нас в гостях был главный врач. Одной из больниц города Ферганы. И дал мне совет. Вот утром вы встаете, и два-три инжира на голодный желудок съешьте. Съешьте. Очень прочищает хорошо кишечник, желудок. Вот, там вот еще один большой. И вот его можно собирать в течение многих месяцев. Вот он растет, растет. Вот он. Мне что-то понравилось. Вот он. О, красавчик. Он как мед. А, вот с этой стороны много. Очень много еще зеленого. Вот зеленого. Но очень много уже поспел. Вот он постепенно. Молодец, инжир. Вот он постепенно приходит в норму. И можно использовать его, бог знает сколько, дней. Вот он такой большой. Это ужас. Вот он. Как он подрос. О, Челси, ты уже здесь. Вот он. Вот он. Вот. Вот, вот там желтенький торчит. Вот здесь желтенький. Вот это, не хищит-то поспел. Вот еще здесь. И вот его обойти нужно две минуты, чтобы только его обойти, это дерево. Это не дерево, это кустарник. Кустарник. Вот. Вот там уже расходушку поставить, поднимем и ночью спать. Ой, как, смотрите, как красиво. А здесь здесь тоже вот мы побросали, побросали, подрезали его, потому что трудно было подойти к водопроводу. А здесь тоже что-то растет. А, здесь виноград тоже какой-то. А здесь вот такой домик симпатичный, красивый, в туалет отдельно стоящий. Ну, вот, потихонечку, потихонечку мы заходим в жемчужину этой фазенды. Жемчужина фазенды. Это бассейн. Вот сейчас 7 часов утра. Солнце уже достаточно высоко. Достаточно высоко. Вот оно. Вот там собака. Есть здесь раздолье, конечно. Здесь вот мы сидим вечерами. Я вчера здесь лежал ночью. Правда, комарики немножко покусали меня. Здесь душевая с горячей водой. Пальма. одна осталась из трех. А это я придумал вот такое приспособление поливательная система. Сейчас я включу и покажу вам. Я включил поливательную систему и вот опять иду. Челси, пойдем со мной. Пойдем. Пойдем, маленький. Пойдем. Хорошая собака. Хорошая. Вот она, поливательная система. Она мобильная. Ее можно переносить. Переносить с места на место. Шланг купили 60 метров. И, ну, не по всей фазы, но, во всяком случае, во многие места, там, где растет трава. Вот ее прямо берешь и тащишь. Можно здесь сделать большой напор, так вообще будет такой замечательный полив. А вот здесь эта стена около бассейна ночью. Здесь четыре бойницы есть. Раз, два, три, четыре. Там свет горит и оттуда вода льется. Мы его называем Ниагарский водопад. Вот вода чистая, прозрачная. Ночью горят вот эти вот фонари. Да, Челси? Горят фонари? Она стесняется, когда ее фотографируешь. Вот здесь выходим. Вот здесь много травы. Вот этой системы, вот шланг. И вот мы поливаем. с одного места на другое перетаскиваем и надо стоять, как раньше, поливать. А вот это дерево, оно уже подзасохло и вдруг оно возобновило свою жизнь. и вот под тяжестью плодов надо будет подставить палочки, потому что очень много очень-очень много яблок. Не знаем, куда девать. Я, правда, даже еще не пробовал. Я буду об этом жалеть. Когда уеду, буду жалеть, что я не пробовал. здесь вот этот вход, я начинал оттуда свое повествование, и вот этот виноград, виноград разный, черный, белый, дамский пальчик, без косточек, с косточками, вот он. А вот это вот какая-то китайская роза, что ли, она уже то ли отсвела, то ли хочет цвести. А, наверное, она отсвела. Да. Вот отсвела эта китайская роза. Вот она. Отсвела. А, нет, не отсвела. О, прошу прощения. Будет свести. Ну, когда будет свести, здесь такой благоухание и так красиво, вот, вот, оттуда, вот сюда, вот сюда. И вот лоза, такая толстая. Это виноград. Виноград, он разный. На фоне голубого неба все кажется лучше, чем на самом деле. Здесь тоже виноград, но другой. Вот он растет, не знаю, видно, или нет. он растет, прям грозди висят, висят. А здесь вот сурышка называется по-узбекски. Здесь вечером мы сидим, раньше, когда курить, курили, сидели, курили, разговоры, говорили, чай пили. Сейчас не курим, только чай пьем. Челси, мы пойдем еще сюда покажем. Здесь вот такой определенный дизайн, здесь кладовка, определенный дизайн. Здесь можно ходить. Всегда чистенько, красиво. а здесь летняя кухня, летняя кухня, газ, водопровод. Да, я еще не показал. Вот это домик, он мне очень нравится. Это зимняя кухня, зимняя столовая, так называется. Вот она, одноэтажный, красивое строение такое. Здесь такой, так сказать, предбанник, который закрывается, когда прохладно. И входим в комнату. Здесь вот зимой, ну, когда холодно, холодильник, часы, замечательная стенка. Здесь еще достаточно большая комната, здесь можно вообще жить. Тоже холодильник, собачий холодильник, морозилка, стиральная машина. Здесь так, очень уютно, очень уютно, красиво, хорошо. Ну, вот я думаю, что я вот это, это мне арка очень нравится. арка. И вот здесь в середине вот такая конструкция, покрытая травой. Ну, вот на этом я заканчиваю, потому что я еще не знаю, что больше показать. Ну, вот напоследок еще раз вот это красивое дерево яблони. вот, я